Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продолжится до 14 ноября. А вот самостоятельно отметиться через личный кабинет госуслуг можно будет только до 8 ноября 2021 года. Если вдруг у вас возникли проблемы с сайтом, то вы можете обратиться в любое МФЦ города Кызыла или в стационарные участки, где вас отметит контролер. Сюда приходят люди, которые хотят переписаться в участки. Они приходят, сами переписываются и перепишут своих домочадцев. И после этого мы им даем код подтверждения. Труднодоступные места переписчики объехали еще в сентябре. А вот в столице, то, увы, как и по всей России, перепись идет уже четвертый день. В городе Кызыла у нас 124 тысячи 68 человек числится. Стационарные участки, получается, по городу Кызыла тоже 40 переписных участков, включая 2 МФЦ. И ходят переписчики, 226 переписчиков, 38 контролеров и 2 инструктора в МФЦ, то есть они сидят. Переписчика можно узнать по элементам синей экипировки, жилету с логотипом переписи, шарфу с надписью «Всероссийская перепись населения», а также планшету в руках. Но прежде всего переписчик обязан предоставить удостоверение. Перепись населения абсолютно конфиденциальна. Ответы на вопросы переписчика не требуют документального подтверждения. Переписчик не может требовать ваш паспорт или любые иные документы. К сожалению, приходится признать, некоторые жители в лучшем случае отказываются открывать двери. В худшем – переходят на оскорбления, а некоторые и вовсе проявляют агрессию. Люди не открывают двери, некоторые отказываются от переписи, некоторые просто молча уходят, некоторые ведут себя агрессивно, порой бывает опасно ходить одному. Исходя из ответов граждан, статистики составляют список, насколько образовано население, сколько безработных имеется, в каких условиях проживают люди. Всем важно помнить, что эти данные помогут улучшить качество жизни населения. Алдык из Буян, Буяноюн, Мирана Иргит, Тува, 24.